Здравствуйте! В эфире Омск ТВ интервью. Россиян обяжут ответственнее относиться к домашним животным и быть внимательнее на прогулках. Каким образом и насколько эти нововведения помогут защитить животных? Новые положения кодекса об административных правонарушениях мы обсудим с юристом и зоозащитником Игорем Пушкарем. Игорь Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Закон о животных достаточно часто появляется у нас в средствах массовой информации. Инициативы выдвигаются постоянно на законодательном уровне, обсуждаются. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Почему так часто эта тема мелькает в СМИ? Ну, нужно сказать, что от внесения какого-то проекта, законодательного акта, скажем, в законодательный орган, например, в Госдуму, до принятия этого закона, проходит очень много времени. И, так сказать, количество обращений намного больше, чем законодательных актов. Так как тема ответственного обращения с животными, она, так сказать, социально одобряемая и, так сказать, привлекает общественное внимание, в том числе и внимание СМИ, да, то многие депутаты или люди, которые имеют право законодательной инициативы, да, они вносят эти законы, понимая, что, так сказать, что этот закон, вернее, этот проект закона законом не станет, да. Но, тем не менее, в отчете о проведенной работе, да, можно всегда сказать, что я вносил законы, которые нравятся людям. Поэтому можно говорить более-менее, так сказать, ну, скажем, серьезно о законе, когда он, как минимум, пройдет первое чтение в Госдуме. Как вы в целом сегодня оцениваете защищенность животных и что необходимо действительно предпринять в первое время, чтобы ее повысить? К сожалению, российское законодательство в области обращения с животными носит, скорее, декларативный характер. То есть, действительно, у нас прописаны базовые нормы, в частности, в законе об ответственном обращении с животными. У нас есть норма, предусматривающая уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Но, к сожалению, очень много норм этих не работают. Ну, не работают по определенным причинам. Ну, например, у нас в законе об ответственном обращении с животными есть прямо прописано понятие жестокое обращение с животными. Там указано, что это обращение, при котором животные получили увечья, травмы, там, либо смерть, либо получили, либо могут получить или могут привести эти действия к причинению вреда животным. Но никакой ответственности административный кодекс на сегодняшний день не предусматривает. То есть, если человек, например, обращается жестоко с животными, скажем, не кормит животное, то и эта ситуация может привести к неблагоприятным последствиям. То есть, это жестокое обращение с животными. Однако, привлечь к ответственности его невозможно, потому что состава уголовного преступления нет. А административная ответственность законом не предусмотрена. И поэтому все наши, так сказать, благие пожелания, предусмотренные законом, они не работают. Если говорить о уголовном кодексе, то там тоже очень сложный состав. То есть, там должен быть корыстный мотив, хулиганские побуждения, там, садистский способ и так далее, и так далее. И для того, чтобы человека можно было привлечь к уголовной ответственности, необходимо совпадение вот этих всех мотивов, там, ну и так далее. И, так сказать, случаи жестокого обращения с животными, которые, на обывательский взгляд, кажутся совершенно очевидными, да, они фактически, так сказать, в процессе следствия и, так сказать, в процессе судебного заседания, они не находят подтверждения, то есть, так сказать, не содержат в себя состав. Вот. И поэтому, к сожалению, количество людей, привлеченных к уголовной ответственности, оно мизерно. То есть, оно исчисляется, там, скажем, ну, может быть, сотней, там, другой по всей стране. То есть, учитывая, так сказать, огромное количество, так сказать, регионов нашей страны. Тем не менее, различные инициативы обсуждаются сейчас достаточно активно на законодательном уровне. В частности, одна из последних инициатив – это запрет умерщвления домашних животных и других, да. Поясните, пожалуйста, в чем суть предложения и насколько вообще необходимо это всего? Дело в том, что в действующей редакции закон об ответственном обращении с животными запрет на умерщвление животных, содержащихся в приюте, уже есть. То есть, там указано, что животное может быть умерщвлено только в одном случае, если необходимо предотвратить непереносимые страдания, вызванные каким-то заболеванием. Причем это заболевание, либо травма, должно быть диагностировано ветеринарным специалистом, а само умерщвление животного происходить гуманным способом. Только в этом случае. Во всех остальных случаях закон запрещает умерщвлять животных, содержащихся в приютах, да. Ну и, соответственно, понятно, что эту норму может актовать расширенно. И вообще, исходя из общей концепции гуманного обращения животных в нашей стране, животных умерщвлять без этой причины, только предотвратить непереносимые страдания нельзя. И поэтому я думаю, что это просто продолжение этой нормы. Я думаю, что вряд ли эта законодательная инициатива найдет какое-то продолжение, потому что такая норма есть, она просто дублирует ее. А сам хозяин может принять такое решение? Нет. То есть никто не может. Несмотря на то, что у нас, согласно Гражданскому кодексу, животное является собственностью. А, так сказать, исходя из общего принципа права владеть, распоряжаться своей собственностью, пользоваться, то животное является особым видом имущества. То есть Гражданский кодекс прямо оговаривает, что животное является собственностью, но в отличие, например, от иной собственности, ну, скажем, там, вашего телефона, там, сумочки и так далее, которые вы можете сделать с ней все, что угодно, порвать, разбить, утопить и так далее, да, то при обращении с животными должен исповедаться принцип гуманности. И поэтому в этой части, в части причинения вреда вашему имуществу, в животному, да, вы должны, так сказать, исходить из принципа гуманности. То есть не убивать, не жестоко обращаться с животным вы не имеете права. Еще один законопроект, который активно обсуждается сейчас, это учет и идентификация животных. То есть, грубо говоря, владельцы должны зарегистрировать своего питомца в определенном реестре. Для чего это необходимо сделать и вообще нужно ли и реально ли это вообще осуществить в масштабах всей страны? Это осуществить реально, да. У нас подавляющее большинство, скажем, цивилизованных стран, да, так сказать, имеют систему идентификации животных. Они, может быть, так сказать, различными способами, там, чипированием, беркованием, там, ну и так далее. Но, тем не менее, так сказать, животные, животные зарегистрированы. Это сделано по нескольким причинам. Первое, это, так сказать, исходя из эпидемиологических причин, да. То есть, понятно, что для того, чтобы, скажем, можно было отслеживать животные, которые вакцинированы, которые там привиты и так далее, и так далее, все-таки необходима идентификация животных. Кроме того, это позволит, скажем, потерянных животных или брошенных животных, да, идентифицировать, найти их хозяина, да, либо вернуть, если животное, ну, скажем, случайно убежало, да, либо привлечь к ответственности, если животное, так сказать, было сознательно, ну, скажем, выпущено на улицу. Кроме того, это необходимо для того, чтобы идентифицировать животное, которое причинило вред чужому имуществу, скажем, другой собаке, вот, более мелкой, да, либо какому-то человеку. Да, очень часто бывают ситуации, когда, скажем, ну, собака причинила вред какому-то, ну, ребенку, например, вот, а потом животное, хозяева от этого животного открещутся, говорят, нет-нет, это не моя собака, нет, ну, что вы, да, то есть, чтобы избежать ответственности, они от животного отказываются, и очень сложно установить связь, потому что понятно, что, скажем, что животное очень похоже, да, и, безусловно, доказать, что, скажем, что это животное принадлежало этому хозяину без идентификации очень сложно. Ну, как раз вот в части ответственности, да, по отношению к своим животным пытаются сейчас повысить уровень за счет поправок в кодекс об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу уже к концу этого года. Одно из наказаний, да, это если ваше животное причинит вред прохожему, в частности, укусит, то может грозить штраф до 200 тысяч рублей. С вашей точки зрения, насколько справедлива эта мера, и реально ли вообще доказать, что именно ваше животное укусило человека, и взыскать такую большую сумму? Вот, так сказать, отсутствие законодательства о регистрации животных, да, так сказать, не позволяет, так сказать, принять какие-то нормы, которые напрямую связаны с установлением лица, владеющего данным животным. То есть, конечно же, я полагаю, что кроме гражданской ответственности, то есть ответственности, связанные с возмещением вреда, которая существует и сейчас, да, то есть если, скажем, животное какого-то владельца причинило вред, ну, вред здоровью, например, там, какому-то лицу, да, то это лицо потерпевшим может обратиться с иском в суд в гражданском порядке и взыскать ущерб, связанный с восстановлением здоровья, в том числе и моральный ущерб. Эта норма действует уже и сейчас, да. Но для того, чтобы еще усилить ответственность, да, необходимо, так сказать, еще и административная ответственность, то есть какие-то штрафные санкции, но не за сам укус, а за ненадержащее содержание. То есть вы должны, так сказать, при обращении животным обеспечить безопасность иных лиц и иного имущества. То есть если вы полагаете, что животное может, скажем, там, кого-то укусить или, так сказать, наброситься на кого-то, да, то вы должны, так сказать, контролировать поведение животного, там, путем, так сказать, наличия ошейника, там, намордника и так далее, и так далее. То есть не допустить причинения вреда. И если вы это допускаете, то кроме возмещения ущерба в гражданском порядке, вы должны будете нести административную ответственность. Потому что, скажем, животное может просто на кого-то попытаться наброситься, но не причинить вред. Но тем не менее, вы создали ситуацию, которая могла бы привести к причинению ущерба здоровью человека. И поэтому для профилактики последующего подобного поведения предусмотрена административная ответственность. Еще один штраф, который планируют ввести, это 30 тысяч рублей за выброшенного на улицу домашнего животного. Я так понимаю, что тут работает тот же механизм, что нужна четкая идентификация. И без введения этой инициативы реализовать штрафные санкции вряд ли получится. Но вообще, если в целом оценивать масштаб проблемы, насколько она сегодня серьезна, часто ли домашние животные оказываются бездомными? И что вообще в этом случае можно предпринять, если вы видите, что выбросили домашнего, явно домашнего животного? Эта проблема действительно существует. Она существует особенно в ситуациях, когда люди на дачных участках, например, весной, желая как-то порадовать своих детей, например, берут кого-то щеночка на дачной сон, который живет с ними несколько месяцев. Потом люди переезжают в городские квартиры, и понятно, что животное брать не хочется, и животное оставляют там в надежде на то, что, скажем, я буду приезжать, его кормить, думает человек. Буду приезжать каждую неделю, кормить, ну и так далее. Потом на самом деле уже желание пропадает, и животное там либо погибает, либо оказывается в невыносимых условиях. Вот, конечно, за выброс животного и сейчас тоже, это запрещено законом, и ответственность должна быть. Ну, я просто предупрежу, что в Германии за подобного рода нарушение закона штраф 25 тысяч евро. То есть это очень серьезная сумма, и причем установить это очень легко. Поэтому, когда животное берет, ну, скажем, какой-то немец, то он понимает, зная закон, он понимает свою ответственность. То есть у него два варианта. Если он не хочет, скажем, в дальнейшем это животное содержать, он должен передать его в приют и оплачивать его содержание. Кстати, эта же норма существует и у нас, да, то есть у нас запрещено выбрасывать животное. Если вы хотите, так сказать, от него избавиться, вы должны либо передать там по какому-то договору, либо договору дарения, либо купли-продажи, либо там мены. То есть это животное передать новому владельцу, да, либо передать его в приют и оплачивать его содержание. Поэтому, конечно, единственное, чего нам не хватало, это не хватало ответственности за то, что если вы нарушаете этот закон, и животное выбрасываете, и животное оказывается в невыносимых условиях, особенно животное домашнее, которое, в общем, привыкло к регулярному питанию, к любви, к заботе, ласке, и оказывается в условиях агрессивной городской среды, конечно, животное очень часто погибает, либо собирается в стае, ну и соответствующие последствия. Поэтому я двумя руками за эту норму полагаю, что ответственность должна быть серьезная, и надеюсь, что в ближайшее время примут закон о регистрации животных и, соответственно, эту норму. Вы сказали о том, что сейчас уже существует эта норма, то есть человек должен, если решил расстаться со своим животным, нести за него ответственность. Насколько это реально в действующих условиях? Ведь я так думаю, что многие, решив избавиться от животного, просто оставляют его, грубо говоря, на даче и уезжают. То есть есть процент вообще выявления в таких случаях, или это вообще бесконтрольно на данный момент? В свое время Аль Капоне, известно, Гангстер говорил о том, что пистолетом и добрым словом можно добиться большего, чем только добрым словом. То есть понятно, что пока не будет ответственности, то есть именно серьезной ответственности, которая чувствовалась бы карманом этого человека, да, животных будут оставлять, да, несмотря на все увещевания, на все призывы, да, не бросать животных, вот они наши братья и так далее, вот, животных будут оставлять. Поэтому, конечно, пока этой нормы не будет, это все будет продолжаться. Выявлять это крайне сложно. Да, конечно, соседи могут сказать, что да, вот этот гражданин, да, вот эта собака, она его. Вот, понятно, что идентифицировать крайне сложно. Да, он скажет, да нет, это похожая моя собака, я там продал, я отдал там деревню брату, ну и так далее. Вот, поэтому, безусловно, необходимо законодательно, так сказать, предусматривать нормы, которые бы, так сказать, обязывали гражданины либо выполнять закон, либо нести ответственность. Мы надеемся, что все принятые инициативы помогут повысить безопасность наших животных. А я напомню, это было интервью с юристом, зоозащитником Игорем Пушкарем. В студии была Ксения Тойечкина. До встречи в эфире Омск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова